Всем привет, народ! С вами Владислав Кросфли и это обзор на Nike Foodscape Woven от магазина Boutique Sneakers. И для начала немножко о магазине. Магазин очень крутой, его открыл человек, который живет в моем городе, так что я уверяю вас, он не кинет на 100%, он не кидок. И в этом магазине вы можете найти крутые, самые крутые кроссовки по очень низким ценам. Например, ТН, и там вообще у него по 2500 есть. Инстапампы 4000, 98, 97, 95, 96 даже есть. В общем, очень крутой магазин, если что, ссылочка в описании. А мы начинаем наш обзор на эти крутые кроссовочки. Погнали! Приступим к обзору. Кроссовки вот эти вот нам приехали вот в таком пакетике, абсолютно черный. И если вы доплатите 300 рублей, то вы можете заказать в коробке, но я считаю, нахера нужна коробка, зачем за нее переплачивать. Да, они потеряли форму, но потом можно было, как я сделал, запихать в туалетной бумаге, и они снова восстановят форму. Кроссовки идут размер в размер. Немножко накосячил с размером, они мне чуть-чуть велики. У меня 43,5, мне приехали 44. Итак, вот здесь вот мы видим лейбл Nike. Вот здесь вот мы видим тоже лейбл Nike. Вот тут внутри тоже лейбл Nike. Давайте посмотрим на стелечку. Вот так вот у нас выглядит стелька. Вот здесь вот находится бирка. Это я ее помял случайно. Бирка выполнена из качественного материала. Стелька очень хорошая, и когда вы будете ходить, она в итоге примет форму вашей стопы. Ну, я бы не сказал, что она херовая, и не сказал бы, что она крутая, но нормально пойдет как бы походить. Это же не оригинальные кроссовки, это копия, паря, реплика, называйте как хотите. Видите, кроссовки выполнены в черном цвете, вот с такими вот, можно сказать, шнурками. И эти кроссовки чисто на лето. Ну, то есть, как бы, блин, в осень, зиму, весну вы не походите в этих кроссовках. Почему? Потому что вот здесь вот видны зазоры, это, можно сказать, вентиляция. Ну, с носками не будет так все плохо выглядеть, как выглядят сейчас. Вот, честно скажу, когда я их держу в руках, выглядят как какое-то говнище. На ноге они смотрятся совершенно по-другому. Что могу сказать по подошве, пяточка не сотрется, это вообще беговые кроссовки. Они могут вот так вот сгибаться полностью, и им ничего не происходит. То есть, вообще похер. Вот тут на пяточке дополнительный слой резины, чтобы наша пяточка не стерлась. И на носке тоже. И что могу сказать по ощущениям, когда в них ходишь, очень-очень мягкая подошва. И такая, блин, прыгучая, я бы даже так сказал. Вот это материал, или это что-то похоже на замшу. Может быть, она и есть. Но я не уверен, что в дешевых китайских кроссовках будет замша. И давайте сейчас возьму другую камеру. И посмотрим, как выглядит кроссовок внутри. И проверим, работает ли вот этот вот штрих-кодик. Итак, сменил камеру, изменился звук, изменился угол обзора. И что ж, давайте проверим наши кроссовки на оригинальность. Буду пользоваться программой Neo Reader. Нифига. И чтобы вы удостоверили, что программа работает, мы можем... Штрих-код Дезика. Сразу высвечивается код, проверяем по нижним цифрам. Все сходится, все верно. Сейчас я вам покажу, как кроссовок выглядит изнутри. Вот так вот выглядит у нас кроссовок внутри. Что-то я немного не подумал, как я буду снимать. И немножечко все печально уходит. Как мы видим, выполнено очень качественно. Претензий никаких нет. Даже вон те дальние три шва проходят отлично. Просто супер. И давайте посмотрим, как вот эти кроссовки будут выглядеть на ноге, с разными носками и разными видами джинсов, брюк. Продолжение следует... Хочу подвести итоги. Спасибо магазину Бутик Сникерс за предоставленные кроссовочки. Считаю, это отличный выбор на лето. Очень хорошая вентиляция. Очень мягкие, удобные. И в зависимости от того, с какими носками вы их будете носить, будут они темнее вот эта полоска или ярче выделяться. Это я считаю очень круто. И напишите, пожалуйста, в комментариях, заказали бы вы эти кроссовки или нет. Я считаю, что эти очень крутые кроссовки. И если что, Бутик Сникерс. Ссылочка в описании. Ну а с вами был Владислав Кроссли. Поставьте лайк, напишите комментарий. Если вам не трудно, подписывайтесь на канал. Всем пока!